друзья всем привет с вами на связи гузель курманова рада приветствовать вас на своем канале в этом видео мы с вами поговорим на такую важную тему как интимная гигиена и очень много вопросов я от вас получаю как же правильно ухаживать за интимной зоной а правильно ли я делаю вот поэтому в этом видео отвечу на самые частые популярные вопросы обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех новостей потому что очень много полезных видео у меня на канале обязательно подписывайтесь на мой инстаграм там тоже всегда очень много свежей актуально полезной информации почему это вообще тема актуальной почему я хочу отдельно в этом видео рассказать об этом потому что в современное время я вижу какое огромное количество времени и денег женщина тратит по уходу на уход за лицом за телом но многие забывают про уход за интимной зоной но интимная зона это такая же важная часть в организме как и лицо и тело и требует особого специального ухода потому что в области интимной зоны у нас очень нежные слизистые поэтому важно ухаживать правильно чтобы профилактировать возникновение развития различных не очень хороших состояний и так очень много вопросов относительно того а также правильно подмываться друзьям и подмывание я рекомендую произвели исключительно проточной водой многие женщины я знаю подмываются по сей день хозяйственными мыло вот и считают его полезным но это миф полный нельзя подмываться хозяйственным мылом потому что она очень агрессивная она нарушает нормальный уровень ph влагалище и может вызвать целую серию осложнений после этого то есть нарушается нормальный уровень ph это может приводить дисбактериозу и прочим неприятным последствиям поэтому убирайте хозяйственное мыло это прошлый век друзья мои многие подмываются гелем для душа на который который подходит для всего тела здесь тоже важный момент гель для душа пожалуйста мойте все тело но не лезьте в интимную зону потому что опять же гели для душа современные они содержат очень много агрессивных фармакологических ингредиентов до очень много душек за счет чего они имеют приятный вкус вот и они абсолютно не подходят для чувствительной интимной зоны это тоже важный момент следующий важный момент на который я хочу прям обратить ваше внимание это на правильный подбор нижнего белья многие в погоне за красотой покупают белье кружевное атласно и так далее но это все синтетика а синтетика она очень сильно во-первых неприятно к телу да а во вторых она может вызывать раздражение аллергические реакции в интимной зоне вот поэтому при выборе нижнего белья лучше отдайте предпочтение натуральным тканям на хлопковым тканям и очень много вопросов относительно стрингов я получаю я рекомендую трусы стринги носить только по особым скажем так случаем да и в обычной повседневной жизни оставая оставлять свой выбор все-таки не на стринге вот я думаю что вам понятно почему почему так также рекомендую не использовать ежедневные прокладки и здесь масса масса всяких статей я вижу в различных литературных данных соцсетях и так далее постоянно куча дебатов одни говорят что это полезно другие не полезно друзья мои ежедневные прокладки это зло очень много опять же отдушек до синтетики это все нарушает нормальный уровень ph во влагалище вызывает дисбактериоз аллергические реакции это может быть причиной возникновения хронической молочницы таких пациентов у меня тоже очень много вот поэтому отказ полный от ежедневных прокладок ежедневные прокладки были созданы вообще для того чтобы их женщина использовала в последние дни менструации когда уже выделение совсем не активные не обильные если вы не можете обходиться без ежедневной прокладки если у вас действительно течение цикла обильные выделения обратитесь к врачу скорее всего у вас есть какие-то заболевания провоцирующие вот эти выделения воспалительные процессы инфекции передающиеся половым путем может быть это заболевание желудочно-кишечного тракта который нарушает нормальную микрофлору и из-за этого у вас неприятные выделения вот поэтому это тоже важно понимать следующий важный момент в гигиене на который тоже хочу застрить ваше внимание это то что вы должны осуществлять наружную гигиену половых органов но внутрь внутрь лезьте не нужно не нужно спринцеваться подмываться это не полезно вы убиваете всю естественную микрофлору внутри понимаете вот и еще немаловажный момент у нас очень чувствительная слизистая во влагалище я вам уже сказала вот и слизистая во влагалище обсеменена нормально естественной микрофлоры и это естественная микрофлора она является естественным защитным барьером от проникновения патогенной микрофлоры поэтому важно также обращать внимание не только на подмывание да но и на такие элементарные вещи как ваш пищевой рацион потому что неправильное пищевое поведение пищевой мусор сладкая быстро углеводы и так далее это также может нарушать естественную микрофлору во влагалище приводить к развитию таких неприятных состояний как например молочница вот надеюсь это видео помогло вам разобраться с тем как же правильно осуществлять личную гигиену обязательно подписывайтесь на мой канал если это видео было вам полезным ставьте лайки если у вас остались вопросы буду рада вас видеть на персональной консультации берегите себя берегите свое здоровье и до новых встреч